Ольга Васильевна, что это говорите, слушаю. Вас приветствует ВТБ-банк специалист Дмитрий Юрьевич. Беспокою вас касательно вашей заявки на смену контактного номера телефона. Для подтверждения данной операции вам необходимо проследовать филиал ВТБ-банка с наличием вашего паспорта и новой сим-карты. Уточните, когда вам будет удобно побыть в отделение? Вы знаете, я сейчас говорить не могу, попозже перестаньте, пожалуйста. Я не отниму много вашего особенного времени. Вам нужно уточнить адрес отделения, куда вы будете направляться для подтверждения данной заявки. Уточнить что? Ольга Васильевна, вы на луне. Адрес отделения банка, куда вы направите для подтверждения операции на смену контактного номера телефона. Ну понятия не имею я адреса никуда. Вы ранее обслуживали в системе нашего банка, приходили внутрь отделения, подписывали финансовый договор о комплексном обслуживании, получали банковскую карту. Вы не знаете, по какому адресу вы выполняли данные действия? Какой банк? ВТБ банк беспокоит. Нет, 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 нет. ВТБ я не обслуживаю. Вы что-то приошли. Нет. Шукшина Ольга Васильевна, правильно. Город Москва, улица Бочкова, квартира 5. Правильно, это ваши данные? Ой, господи, что же вы ошибки-то делаете в словах довольно известных московских улиц? Улица Бочкова, дом 5, квартира 121. Скажите, а вы не из Москвы, да? Какая же? Вы не знаете, да, как улица называется? Какое-то имеет значение, подскажите. Ну, так как-то... Какое имеет значение для подтверждения операции? Какое имеет значение адрес местопроживания и территориальное месторасположение? Какое-то имеет значение? Имеет значение генеральное произношение улиц известных московских и сразу выдает вас... Известных? Да. Да, так я по этому адресу не проживаю. Откуда мне знать, как произносится правильно этот адрес? Так вы откуда звоните? И вообще, из какого города? Город Москва. Пресненская набережная. Дом 24. Сретенская набережная? Пресненская набережная. Вы в Москве проживали, правильно? Ну, я-то в Москве. Это также довольно известная улица. Ну, вы не знаете, что такое Пресненская набережная или что? Я-то знаю, но а вы-то улицу мою, может быть, все-таки правильно назовете или как? Или я не добьюсь? Еще раз повторюсь, какое это имеет значение на сегодняшний день? С вами связались с банком для того, чтобы пригласить вас в отделение, для подтверждения операции. По какому адресу находится ближайшее отделение, куда вы можете направиться сегодняшним днем? Хорошо. Скажите, почему мне звонит банк, в котором я не обслуживаю, если еще неправильно называют мою улицу, адрес проживания, где я нахожусь? Вот эти две вещи меня уже, так сказать, напрягают. То есть вас интересует, почему сотрудник банка неправильно произнес улицу, на которой вы проживаете или что это больше всего вас интересует на сегодняшний день? Отцу и фамилию, и вообще сам банк, какой имеет ко мне отношение. Вот уже третий пункт. Потому что ваши паспортные... Какие пункты? Ваши паспортные данные зафиксированы в системе ВТБ банка, и на ваше имя открыта ребятовая продукция. Последовательно за этим была попытка смены контактного номера телефона через ваш личный кабинет. Поэтому с вами связались, для того, чтобы пригласить вас в отделение. Понятно, понятно. Когда вы подойдете в отделение с паспортом и с новой сим-картой, уточните. Когда я подойду в отделение с новой... Чем? С чем? С сим-картой? Какая сим-карта? С сим-карта и ваш паспорт для подтверждения смены контактного номера телефона с окончанием 1239. Я еще раз, я не поняла. Я должна подойти в банк, чтобы что? Вновь и вновь я вам повторяю. Для подтверждения операции на смену контактного номера телефона. Улевку оставляли пять минут назад. Хорошо. Вновь и вновь я вам отвечаю, что я к этому банку не имею никакого отношения. Дальше что? Ну, что значит, не имеете, если у вас счет открыт в нашем банке? Может, сумму назовете? Я вам что-то смешное сказал или что? Конечно, конечно. Не рассмешивай. Конечно, мы же не в цирке, чтобы сейчас смеяться. Абсолютно. Я же вам не анекдоты рассказываю. Абсолютно анекдоты цирк. Вот расскажите, не рассмешите меня. Анекдоты? Да, да. Какой счет у меня в этом банке, в котором я ни разу не была? Вот, может быть, сумму назовете. Вот меня же это смешило. Вот, давайте. Вы не знаете, какой у вас счет в банке? Вы в своем уме? Что с мировоззрением, скажите мне, Важа Васильевна? Так, секундочку. Мировоззрение в своем уме – это совершенно две разные категории. Это первое. А второе – ну, шужерно. Просто-таки категория одна и та же. Поверьте мне, Важа Васильевна, мне не нужно учить, как общаться. Вы счет открывали, вы сейчас говорите, что счет на вас не открыт. Вы в своем уме? Нет. Дорогой друг из Днепропетровска, Лис Киеву, там, откуда вы, блядь, хохлы заебали. Короче, аксист, простист, Крым наш, Путин всегда. Вы себя слышали со стороны, что неадекватно или что когда вы в последний раз в докторах ходили? Хуй. Ольга Васильевна, скажите мне, пожалуйста, по какой приеме вы связи рассоединяете? Что вы самодеятельно с вашей стороны? Ольга. Ольга Васильевна, а кто занимался вашим воспитанием, скажите? Ольга Васильевна, алло. Зачем отвечать на звонок и молчать в трубку? Мы что, в молчанку будем играть или что? В общем, Ольга Васильевна, вот этот адрес, который я вам назвал, город Москва, улица Бочкова, правильно, дом 5, квартира 121. Через полчаса ждите группу здоровья по этому адресу, с вами пообщаются уже по-другому. Мы тоже находимся в городе Москва, поэтому в течение 30 минут ожидайте гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова